Приветствую вас в третьей части по вязанию шапочки. Итак, у нас основка готова, ушки готовы. И сейчас я вам предлагаю, вот я уже спрятала вот этот вот кончик, который у нас был сзади, спрятать его между вот этими вот косичками, между петелечками. Почему так? Потому что если вы его закрепите где-то здесь, его будет видно. А сейчас мы будем делать обвязывание по всему краю шапочки, то есть по ушкам, по сзади, спереди и так далее, для того, чтобы как бы шапочка имела законченный вид и уже тогда крепить наши шнурочки. Обвязывать я буду обычными столбиками без накида, но крепить ниточку я буду где-то здесь вот перед ушком, то есть не сзади и ровно посерединке, а для того, чтобы у нас был здесь такой вот красивый краешек. И креплю ниточку вот здесь вот где-то перед ушком, буквально за петелечкой одной вот так вот. И начинаю, куда это возможно, в принципе, провязывать столбики без накида. То есть постепенно за, как сказать, в общем, завязывая вот этот вот краешек, ложу его на вязание и постепенненько, вот если у вас тоже вот здесь вот такая вот дырочка небольшая, то я вам предлагаю взять чуть-чуть ниже провязать столбик. Ну, то есть, чтобы, в принципе, ее как бы не выделять, а наоборот спрятать. И продолжаете по кругу вот так вот обвязывать столбиками без накида. Полностью-полностью вот где это, в принципе, возможно, вот где вы видите, что помещается вот так вот крючочек и вот-вот такими вот столбичками начинаете обвязывать. И заканчиваете обвязывание, где начинали, вот здесь вот. То есть сначала вы обвяжете здесь вот ушко, затем по столбикам, в каждый столбик обвяжете, вот здесь вот каждую петельку провяжете по столбику. Здесь также продолжите обвязывать столбиками, где вот, в принципе, вот здесь вот вмещается. То есть вот они наши вот дырочки, такие вот небольшие, ну, их видно, как вы видите. Вот в них провязываете по столбику без накида. Вот дообвязывали основу шапочки, там, где я вам говорила. Вот у нас получился, в принципе, довольно-таки ровный край и сзади, и спереди получился идеальным. И ушки, смотрите, вот обвязали мы. Теперь сделали соединительный столбик, и вот эту ниточку мы можем отрезать. Отрезайте не слишком коротко, для того, чтобы потом было вам удобно этот кончик заправить. И когда заправите кончик, можно приступить, я уберу потом с выключенной камерой, можно приступить к привязыванию вот этих вот жгутиков. Жгутики, как сделать вот эти вот шнурочки, вы можете посмотреть в моих видеоуроках. Я сейчас на них не заостряла внимания. И приблизительно вот здесь вот где-то посерединке, снизу, возьмите вот так вот, вденьте крючок. Жгутики, как я вам показывала на видео, вот здесь вот, смотрите, сделали петелечку, за нее зацепили, вот так вот вытянули на лицевую сторону. А теперь вот так вот берете, продеваете как петелечкой, вот так вот, смотрите, продели петелечку, а теперь в петелечку продеваете сам жгутик и хорошо закрепляете, то есть вот так вот затягиваете. Все, жгутик мы прицепили. Теперь разворачиваем на другую сторону и тоже вводим крючок вот так вот где-то посерединке. Находим петелечку от жгутика нашего, вот здесь вот, продеваете снова эту петелечку и тоже вот так вот закрепляете, жгутик просовываете в петелечку и хорошо-хорошо закрепляете вот так вот, затягиваете. И вторую веревочку нашу, завязочку мы тоже присоединили. Вот основа шапочки готова до конца. Теперь нам осталось связать украшение на нашу шапочку. Мы сейчас будем провязывать горбики или рожки нашего дракончика. Берем ниточку основного цвета и крючок, который у нас побольше. Делаем кольцо мигуруми, закрепляем и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем последнюю петелечку. И теперь мы будем делать прибавочки. Мы будем делать прибавочки не в каждом ряду, а через ряд. То есть сейчас мы набрали 6 столбиков, будем делать прибавочки наши. Будем чередовать так. Столбик без накида во вторую прибавочка. Столбик без накида во вторую прибавочка. и так 3 раза первый раз затем три бабочка два столбика без накида 2 раз и последний третий раз столбик без накида и шестую петельку 2 столбика без накида 3 бабочки мы набрали колечко из 6 столбиков прибавили 3 у нас 9 столбиков без накида теперь каждую петельку провязываем по столбику без накида. Итак, 9 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, и последний раз 9. Теперь мы снова будем делать 3 прибавки. Но чередовать будем столбики без накида 2, затем прибавка в 3. Итак, первый, второй столбик, третий делаем прибавку. 2 столбика без накида. Итак, 3 раза. Первый раз, затем далее. Первый столбик, второй столбик, прибавка. 2 столбика без накида, наша прибавка, вторая. И третий раз столбик первый, столбик второй, прибавочка. Сделали снова 3 прибавочки. 9 плюс 3, 12 столбиков в конце ряда. Далее провяжем 12 столбиков без изменения. В каждую петельку по столбику. 12 раз. 3. Далее в следующий столбик 4. Далее в следующий столбик 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Делали 12 столбиков, теперь снова делаем прибавления. Но чередуем так. 3 столбика без накида в каждую петельку по столбику. И в четвертую петельку 2 столбика без накида, то бишь прибавочка. Итак, первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий, а в четвертую прибавочку. И последний раз. Так нужно сделать 3 раза. И я делаю уже третий раз. Один, второй столбик, третий и последняя прибавочка. В конце этого ряда у вас 15 столбиков. В следующем ряду 15 столбиков. Это у нас уже получается седьмой ряд. Да, если не ошибаюсь. И в 15 столбиках провязываем в каждую петельку по столбику. 1, 2, 3, 14 и 15. Провязали без изменения и снова делаем прибавление. Но теперь чередуем 4 столбика без накида в 5-е делаем прибавление. 1, 2, 3 и 4. В 5-ю делаем прибавочку. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, снова 3 раза. 1, 2, 3, 4. В 5-ю прибавочку. 2 столбика без накида. Это второй раз. И третий раз. 1 столбик, второй, третий и четвертый. Снова делаем прибавление. И теперь у нас получается 15 плюс 3, 18 столбиков. Так и провяжем их. Девятый ряд. Провязываем 18 столбиков. То есть каждый столбик по столбику. 3, 4, 5, 6, 17 и 18. Снова провязали без убавления. И делаем очередные 3 прибавки в ряду. Но чередуем так. 5 столбиков без накида. В 6-е делаем прибавочка. 3, 4, 5. В 6-е прибавочка. Это первое прибавление. Затем снова 1, 2, 3, 4, 5. В 6-е прибавление. Это второе. И снова 1, 2, 3, 4, 5. И последнее прибавление. В 6-ю петельку. Провязали. У нас в конце ряда 21 столбик без накида провязан. Теперь следующий ряд провязываем так. 1 столбик без накида, второй столбик без накида и в третий делаем соединительный столбик. Вытягиваем ниточку и обрезаем сантиметров где-то 20 оставив для пришивания. И вот, как вы видите, у нас один горбик из 4 готов. Таких горбиков нам нужно делать 4 штучки. После того, как мы провязали 4 наши вот такие вот рожика горбика, мы продолжаем вязать глазки. Для этого нам понадобится белая ниточка. Так как она у меня тоньше почти в 2 раза, чем основная ниточка, то я взяла крючок потоньше. Для этого делаю кольцо на гуруми и соединяю. Затем в него набираю 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю крючок и петельку, стягиваю колечко. Второй ряд я буду делать в каждую петельку по прибавке. То есть по 2 столбика без накида в каждую петельку. Первую прибавку сделала, затем вторую прибавку, третью. По 2 столбика провязываем в каждую петельку. Четвертую, пятую и шестую. У меня в конце ряда 12 столбиков без накида. В третьем ряду снова делаем 6 прибавлений. Мы чередуем столбик без накида во вторую прибавление. 2 столбика без накида. Снова столбик без накида, прибавление. 2 столбика без накида. Итак, 6 раз. Столбик, прибавление. Третий раз. Столбик, прибавление. Четвертый раз. Столбик, прибавление. Пятый раз. И последний раз. Столбик и прибавление. Шестой раз. Для того, чтобы вот так не считать и вам было удобно делать прибавления, я вам предлагаю взять ниточку либо белого цвета, либо другого цвета, если хотите, чтобы вам было более видно. Я взяла белого цвета. И теперь будем делать прибавления снова. В каждом ряду по 6 прибавлений будем делать. Но для того, чтобы вам не считать, сколько у вас петелек, я вам предлагаю отметить начало ряда. Итак, в следующем ряду я буду чередовать 2 столбика уже в каждую петельку по столбику и в третью делать прибавления. И так тоже будет у нас 6 раз. Но для того, чтобы вам не считать, вы просто от отметочки считаете 2 столбика без накида, в третью делаете прибавления. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик делаем 2 столбика без накида. И вам так будет проще, вы до отметочки дойдете и поймете, что у вас начинается следующий ряд. А пока вяжете вот до отметочки столбик без накида, столбик без накида, прибавление, столбик без накида, столбик без накида, прибавление. И вот снова столбик без накида, первый, второй, прибавление, столбик, столбик и прибавление. Вот, как вы видите, я снова дошла до отметочки. И мне не нужно считать. Отмечаете начало рядом. И теперь мы чередуем 3 столбика без накида, в четвертый делаем прибавление. 1, 2, 3. В четвертый провязываем 2 столбика без накида. Снова 1, 2, 3 столбик, четвертый прибавление. И так до конца ряда провязываем. Дошли до конца ряда, отметили снова начало ряда, поставили нашу ниточку. И просчитываем 4 столбика без накида, пятую делаем прибавочку. 3, 4, пятую делаем 2 столбика без накида, в одну петельку. Снова 1, 2, 3, 4, пятую делаем прибавление. И так чередуем до конца ряда. 4 столбика, прибавка. Снова дошли до конца ряда, отметили начало ряда. И чередуем 5 столбиков без накида, в шестой делаем прибавление. 5 столбиков без накида, в шестой прибавление. И так, третий столбик, четвертый, пятый. А теперь прибавление. 2 столбика без накида, в шестую петельку. Это у нас седьмой ряд. Снова 1, 2, 3, 4, 5. В шестой провязываем 2 столбика без накида. И так до конца ряда. В восьмой ряд снова провязываем, отмечаем начало ряда и провязываем 6 столбиков без накида. И в седьмой делаем прибавление. И так, четвертый столбик, пятый, шестой провязали. В седьмой делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. Снова первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. В седьмой делаем 2 столбика без накида. И так до конца ряда провязываем. Следующий девятый ряд будем чередовать так. 7 столбиков без накида. И снова делать прибавление. В восьмой столбик провязывать 2 столбика без накида. Итак, первый и второй столбик, четвертый, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик и в восьмой делаем 2 столбика без накида в одну петельку. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в восьмой делаем прибавление. И так до конца ряда. Довязав девятый вот этот ряд с прибавлением, десятый просто провяжем наши 54 столбика без накида по кругу в каждую петельку по столбику. И на этом остановим наше вязание глазика. Довязали десятый ряд. Затем провязываем 1 столбик без накида и делаем во второй соединительный столбик. Теперь обрезаем снова ниточку, но так, чтобы оставить для пришивания. Сантиметров там 15-20. Вытаскиваем вот этот наш кончик ниточки, он нам уже не нужен. И вот обрезаем ниточку. Вытягиваем петельку. И немножечко вот здесь вот я вам советую продеть с помощью крючка вот так вот вовнутрь вот этого вот получается косичку. И если у вас тоже как у меня вот немножечко закруглено, вот если вы заметите, то я вам советую положить под какой-нибудь тресик. Допустим под толстенький блокнотик, либо под чашку обычную чистую. Вот так вот, чтобы немножечко выровнялось и вам легче потом было пришивать. Таких основки глазка нам нужно снова два штучки. Две основки готовы. Ложим их под тресик и приступаем к провязыванию нашего, так сказать, самого глазика. В общем. Берем черную ниточку. Она у меня такого же размера, как и белая. Поэтому я беру тот же маленький крючок. Делаю кольцо мигуруми, закрепляю и в него набираю снова 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю петельку, втягиваю колечко. Теперь во втором ряду я буду делать каждую петельку прибавлением. То есть провязывать по два столбика без накида в каждую петлю. Итак, первая петля два столбика, вторая петля два столбика, третья петля два столбика, четвертая снова прибавление, пятая прибавление и последнее прибавление в шестую. У нас получилось 12 столбиков без накида. Третий ряд мы снова сделаем прибавление, очередуя столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление. И так тоже 6 раз. Первый раз, снова столбик, прибавление, второй раз. Столбик, прибавление, третий раз. Столбик, прибавление, четвертый раз. Столбик, прибавление, пятый раз. И последний раз, столбик и прибавление. У нас получилось в конце ряда 18 столбиков без накида. И четвертый ряд снова сделаем прибавление, но чередуя два столбика без накида. Третье делаем прибавление. Это первый раз, снова первый столбик, второй столбик, прибавление. В третий делаем это второй раз. Столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. И так, всего делаем 6 раз. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Довязали до конца ряда прибавление. И в начале ряда делаем соединительный столбик. Вытягиваем снова ниточку. Обрезаем, оставляя для пришивания. Делали соединение. И снова вот здесь вот в нашей косичке делаем, вот так вот вытянем нашу ниточку, соединив колечко. И сзади снова закрепляем наши вот эти вот ниточки, чтобы ничего не торчало. Таких глазиков вам снова нужно сделать два штучки. Наши глазики готовы. И нам осталось лишь только сделать блики в наших глазиках. Такие вот сделаем два маленьких беленьких еще кружочка. По диаметру они будут меньше, чем вот эти черненькие. Берем белый цвет. И снова сделаем наше любимое кольцо амигуруми. Закрепляем его. И в него набираем 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем петельку на крючке. Второй ряд сделаем в каждую петельку по прибавлению. То есть провяжем в каждую петельку по 2 столбика без накида. 1 петельку. Затем 1 столбик, 2 столбик во вторую петельку. 1 столбик, 2, 3 петельку. 1 столбик, 2, 4 петельку. первый столбик, второй, пятую петельку и последнюю шестую петельку, два столбика затем делаем соединительный столбик в первую петлю и вытягиваем ниточку вот наш блик готов то есть у нас глаз будет состоять из вот таких деталей мы сделали первый кружочек в него ложим второй кружочек и в него ложим третий вот у нас получился глазик всего делайте по две детальки каждого, так сказать, блик, глазок и основа глаза и вот после того, как все детальки мы сделали я еще вырезала небольшой кусочек ветра в виде вот такого вот небольшого язычка вот такой вот, как кружочек немножечко с вырезом то есть вот у меня будет ротик такой вот и к нему будет язычок вот так вот теперь, вот как глазки я выложила так я их и буду пришивать смотрите, берете шапочку вот у вас передняя часть вот задняя слаживаете вот так вот ее пополам и здесь вот начиная от макушки вот эти кольцо амигуруми мы делали до конца серединки вот таким вот образом буду пришивать свои горбики то есть поочередно четыре штучки начиная вот здесь вот с макушки и вот я вам сейчас так приблизительно положу покажу вот так вот вот так я буду пришивать своего дракончика и лишь после того, как пришью ой, пришью горбики вот я пришью вот здесь вот глазик улазки вот свои вот так вот и буду вышивать ротик, бровки и только после этого уже буду потом декорировать язычком вот так вот если при пришивании вам покажется вот что у вас вот эти вот рожки так сказать не очень стоят в общем, у меня в принципе ниточка толстенькая и позволяла, чтобы они были такие вот стоячие если же у вас они гнутся из-за того, что у вас там потоньше ниточка либо еще какие-то причины то, если хотите, можете немножечко вот сюда положить наполнителя совсем немного только не ложите вату потому что при стирке у вас собьется она и будет ну, очень плохо потом как говорится, шапочка не очень будет ну, в общем, вата будет лезть если есть какой-либо там холопайбер или там синтепух и так далее в общем, если хотите ну, в принципе, пришивайте немножечко не с ужинами вот таким вот образом а немножечко вот как бы раскрытые то есть вот так вот пришивайте вот, чтобы они у вас вид имели такого вот рога вот, вот так вот вот я пришила рожки горбики нашему дракончику и теперь приступаю к пришиванию глазок пришивать глазки советую вам против часовой стрелки чтобы вот эти вот ваши швы так сказать, наметочные ложились по краям косички вот я пришила глазки и приступаю к вышиванию ротика бровей вот я все допришивала и вышила пришила язычок и у меня получился вот такой вот дракончик я надеюсь, что вам мой видео урок понравился все было понятно если что, задавайте вопросы ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока-пока пока-пока